Продолжаем работу в прямом эфире на России 2. Наталья Кларк и Андрей Жуенков. И напоминаю, что наша съемочная группа продолжает сопровождать российскую команду «Катюша» на дорогах Франции. Но сегодня путевые заметки Ли Трифонова посвящены одному из важных вопросов питания спортсменов во время Тур-де-Франц. Тур-де-Франц. Этап 13. Чёртова дюжина. Дьявольский зной. Плюс 33 в тени и 38 на солнце. Плавится асфальт, еле дышит всё живое. Самое время поговорить о напитках, ну и заодно о питании. Это Ричард, и он здесь главный. Перед гонкой мы идём гонщикам и даём вопрос, что не хочу на гонку взять с собой. И у нас такая листа, и на листе всё написано, кому что надо дать на гонку. А что это за обозначение «С», «М», «А»? Это сало, малто и вода. Аква. Соль? Соль, малто. А малто это что? Это витамины? Ага. Тоже там. И вода. И у нас как все гонщики, мы знаем, что ему. У Родригеза там немножко разница, потому что он любит это. Он любит этот продукт, Watermelon. А, это арбуз? Арбуз, да, да, да. Ему понравилось, и он спросил, чтобы каждый день ему делать бачку этого продукта. Электролит? Электролит, да, да, да. Это Костя. Он раздаёт гонщикам бачки с водой перед стартом, и он точно знает, сколько каждый выпивает по ходу гонки. Ну, начнём с того, что они на старте берут два бачка, это литр воды. Этого литра им хватает примерно после 50-го километра уже кто-то из команды спускается к машине и берёт ещё бачки практически на всех гонщиков. Это ещё пол-литра, от того полтора. На середине дистанции под питательный пункт ещё два бачка, это ещё литр. И по ходу гонки таких поездок в машине может быть 2-3. Ну, то есть в районе 5 литров за гонку спортсмен должен убивать. Это Пурито, или Хоаким Родригес. Два этапа на этом туре он уже выиграл, и на старт этого выходит в гороховой майке горного короля. Там Фру, правда, чуть впереди по очкам, но он едет в жёлтой майке, и гороховой может поделиться. Мы же вернёмся к нашей питательной сюжетной линии. Кто хорошо питается, тот хорошо толкается. А кто всё это дело на пункте питания снимает, тот покажет зрителю интересный сюжет. Поэтому мы вместе с Ричардом, его помощниками, примерно на середине дистанции. Ричард, сколько времени до того момента, как группа подъедет сюда? Ну, там ещё осталось, я думаю, что там, как в книжке написано, 40 минут. Не рано мы за 40 минут начинаем сумочки собирать, нагреется же жидкость. Мы положим потом в холодильник, чтобы мы были готовы, как он не приезжал, чтобы панику не было. Паника – главный враг спортсмена. И чтобы её избежать, надо всё отрепетировать. Ну и, как говорится, в нашей работе всё нужно испытать на себе. Сейчас я гонщик команды «Катюша» Хоаким Родригес получает моего любезного Ричарда мешочек с питанием. Ну и абсолютно сюрприз. Начинаем изучать, что там есть. Итак, бачок с водой. Бачок с водой. Два бачка с водой. Очень много энергетических батончиков, энергетические гели в огромном невероятном количестве. Всё отсюда доставать не буду, потому что это действительно сумочка Родригеса. И потом всё обратно складывать. Батончики, батончики, батончики. Банан, завёрнутый в фольгу, чтобы он лучше сохранял свою прохладную температуру. Ананас. Ананас, прямо написано ананас. По-русски практически. Ну и мешочек со льдом. Сюда мы положим, значит, флакимуновый. Этот я могу использовать по собственному усмотрению. Обычно гонщики кладут вот сюда на шею, чтобы охладиться. В такую жару плюс 33 на улице. Это очень важно. Но я, поскольку нам здесь гонщиков ещё ждать полчаса, сделаю, пожалуй, вот так вот. Теперь насыпаем в мешочек новую порцию льда и ждём, ждём прибытия пелотона. И вот здесь главное в толпе кормящих, в толпе дающих разглядеть человека в форме своей команды, схватить эту сумочку с питанием. И если вдруг кто-то из команды останется без питания, то замыкающий, тот, кто едет по сне пелотона, берёт две или несколько сумочек, ну и затем заставляет питьё, напитки и еду до своего проколодавшегося партнёра, едущего впереди. И тут же, как подтверждение, Хайме Эрнандес отдаёт две сумки последнему из наших гонцов. Теперь-то точно. Все будут напоены и накормлены. И, кстати, что касается еды, аппетиты у всех по ходу дистанции разные. Некоторые употребляют преимущественно углеводные напитки и практически ничего не едят. Некоторые, наоборот, стараются больше питаться и пить только воду. Поэтому тут всё сугубо индивидуально, у кого какой организм, кто как привык. Ну, в среднем, скажем, 4 баретки, 3 геля в день – это среднестатистический спортсмен, наверное, съест. Баретка – это батончик углеводный или протеиновый, кто как любит. И это всё по ходу гонки, которая продолжается, вдумайтесь, почти 6 часов. Сколько батончиков нижу, и все расплавятся. Поэтому уже знакомый вам Костя. Километров за 20 до финиша прямо в автобусе, где оборудована плита, ставит вариться рис. Лучшее средство, чтобы крепко-накрепко запереть углеводное окно. Не скажу, что во всех командах. Некоторые заказывают рис в отеле и везут с собой на финиш. Мы варим рис по приезду на финиш, чтобы он был ещё горячий. Немножко такая своя стратегия. Рис варится, Костя смотрит финиш гонки по телевизору. Ну, а через некоторое время гонщики уже в автобусе. Здесь же душ, чистая одежда и порция почти домашнего риса. Ну, а трапеза – процедура интимная, поэтому мы вам её почти не покажем. Илья Трифнов, Иван Попов, Сергей Ушаков. Южная Франция. Специально для России 2. Южная Франция.